Всем привет дорогие друзья! Сегодня вы смотрите 22 выпуск T.A.G. разговоры об играх. Сегодня начнем с того, что я просто офигел от одной вещи. То, что на одном сайте, где я обычно беру новости для выпусков, тут просто все завалено игрой Baldur's Gate 3. А руководство, гайды, руководство, как победить какого-то Гошу, победить дом, что-то еще, всякая херня. Не херня для тех, кто играет, но для меня, который просто ищет новости, тут слишком много про эту игру. Это прям все завалено. Может и вы еще в нее играете? Ужас. Вот зря вообще зашел, я даже новости тут не искал. Переходим к новостям. Сценарист Far Cry 5 и Bioshock Infinity теперь руководит франшизой Far Cry. Дрю Холмс, сценарист и нарративный дизайнер Ubisoft, который дорос до главы всей серии Far Cry. О повышении... Дрю Холмс, сценарист и нарративный дизайнер Ubisoft, который дорос до главы всей серии Far Cry. О повышении разработчик сообщил в линк... В линк... что? Лайн... Лайн... Я рад сообщить, что вступаю в должность директора по интеллектуальной собственности Far Cry и Ubisoft. У нас большие планы. Не стесняйтесь обращаться к нам, если хотите стать частью следующего шага в эволюции этого великого бренда. Ранее Холмс был главным сценаристом Far Cry 5 и Far Cry New Dawn. А также приложил руку к Bioshock Infinity и первым трём Saints Row. По данным инсайдера Тома Хендерсона, Ubisoft делает сразу две игры по Far Cry. Первая одиночная, а другая мультиплеер. Обе выйдут не раньше 2025 года. Ну, как я и говорил вам в прошлом выпуске, то что... Как раз где-то вот... Игра где-то... 24-25 год. Спорим, что мультиплеерная выйдет позже. Сначала надо выпустить основную игру, так сказать... Чтоб игроки начали... Не знаю, как это правильно. Игроки обратили внимание на Far Cry. А затем выпустить мультиплеер, чтобы уже в неё полезли и фанаты, и обычные игроки. Посмотрю, что из этого выйдет. Буду следить. Мне Far Cry нравится. Хотя у неё сейчас некоторые проблемы, если вы понимаете о чём я. Переходим к следующей новости. Overwatch 2 стала самой низко оценённой игрой в Steam. Да ну, серьёзно. Overwatch 2 это вообще такое сомнительное зрелище. Почему они сделали Overwatch 2? Зачем было делать вторую часть? У вас с первой было всё просто шикарно. Она, не знаю... Мне нравится первая часть. А вторая ничем не отличается от первой части. Зачем эту херню нужно было делать? Развивайте первую часть. Раздавляйте карты новых персонажей и прочую классную фигню. С момента релиза Overwatch 2 Steam прошло всего два дня. Это новость от какого числа? 12 августа. То есть уже прошло 4 дня. А Title уже установил рекорд. Однако достижения это не из того разряда, которым Blizzard хотел обохвастаться. Кабанны Шутер стал самой плохой игрой в магазине Valve по версии пользователей. Если опираться на информацию портала Steam 250, Overwatch 2 возглавила так называемый позорных список. Перечень самых низко оценённых игр в Steam. С тысячами отзывов на момент заметки пользователей оставили более 74 тысячи рецензий на проект, из которых лишь 10% положительные. Пятёрка лидеров Анити рейтинга выглядит так. Overwatch 2 62 714 оценок. War of the Three Kingdoms 12% 29 309 голосов. Fallout 3 хаос и разрушение 3396 оценок. И Denty 17%. 2000 оценок. И, короче, не очень известные игры. Секция с обзорами Overwatch 2 пестрит текстами с красными пальцами вниз. Люди жалуются на высокую стоимость внутренних и внутри игровых предметов, неадекватный донат, малое количество контента и другое. Скорее всего, через какое-то время система скроет часть негативных ходов, которые явно подходят под критерии ревью бонгинга. Следовательно, изменится и процент отрицательных обзоров. Что до других успехов, Overwatch 2 и её пиковый онлайн превысил 75 тысяч человек. А на момент публикации новости в игре находится чуть больше 65 тысяч. Для сравнения, в то же самое время онлайн Team Fortress 2 составил 98 тысяч человек, а Rainbow Six Siege 52 тысячи человек. Напомню, в командном шутере начался сезон вторжения. В нём добавили ПВЕ-миссии, героиню поддержки и Ларри и другое. Я по-прежнему предсвоём мнении, что Overwatch 2 это сиквел, который не надо было делать. Нужно было развивать первую часть. Делать сиквел было ошибкой. Теперь люди поделятся на два лагеря. Тем, кому нравится первая часть, это я. И тем, кому нравится вторая часть, но я с ней не знаком. Потому что ко второй я не хочу прикасаться. Я посмотрел на первую, она мне понравилась в момент своего выхода. Посмотрел на вторую, она выглядит так же, как и первая. Что они изменили? Цифру 2 в названии добавили. Спасибо, теперь лучше? Нет, и не будет. Ремейк Лоллипоп Чейнсоу отложили до лета 2024-го. Если вы играли в эту игру, то вы знаете, что в этой игре есть школьница с бензопилой. Я знаю про эту игру, она довольно забавная, с интересным графическим стилем. И в такой игре ремейк был бы весьма нужен. Это было бы хорошее вложение. Авторы ремейка Лоллипоп Чейнсоу из Дорогами Геймс планировали выпустить игру в 2023-м. Однако в итоге перенесли срок релиза. А теперь облагороженный слэшер про чирлидершу с бензопилой увидит только летом 2024-го. Месте с этой новостью команда представила название ремейка. Лоллипоп Чейнсоу Репоп. Что? По словам разработчиков, им потребовалось больше времени, чтобы обеспечить наилучшее качество проекта. Мы усердно трудимся над игрой, но нам нужно еще немного времени. Мы сделаем все возможное, чтобы создать тайтл, который вы полюбите. Так что мы просим вашей поддержки, гласит по стане ад Дорогами Геймс. Напомним, ранее продюсер ремейка Юсимия Ясуда уточнил, что Лоллипоп Чейнсоу Репоп будет максимально приближен к оригиналу. Сюжет, визуальный стиль и образ главной героини не изменятся. Однако без справок не обошлось. К примеру, Лоллипоп Чейнсоу было 16 лицензированных треков, но в обновленной версии им на замену придет другая музыка. Ремейк официально анонсировали в июле 2022-го. На каких платформах он выйдет, все еще неизвестно. Максимально приближен к оригиналу. Но они еще добавят то, что визуальный стиль и образ героини не изменятся. Это правильно. Визуальный стиль и героиня должны остаться такими, какими они есть, как учитывая сама игра. Но максимально приближаться к оригиналу не надо. Зачем максимально приближаться к оригиналу? Зачем максимально делать ремейк похожим на оригинал, если можно сыграть в оригинал? Не надо делать игру похожую на оригинал. Сделайте в ней что-то лучшее, что нельзя было сделать, чем в оригинальной игре. Сделайте какие-то новые вещи, которые не были в оригинале. Улучшите их как-то. Если в игре есть баги, уберите их в новой версии. Я не знаю, есть ли в этой игре баги, но все же. Не надо. В первую очередь, когда вы делаете ремейк, запомните одно правило. Не делайте игру похожую на оригинал. Не нужен нам покадривый ремейк. Это будет выглядеть как ремейк Психо, который выпустили в конце 90-х, который покадрово повторял оригинальный фильм. Не надо так делать с играми. Не надо их делать похожими на оригинал. Иначе это будет выглядеть как мусор, мягко говоря. Следующая новость. В продажу поступил топор Кратоса из God of War за 30 тысяч рублей. Я надеюсь, что этот топор настоящий. Компания Panda Studio запустила в продажу физическую копию топора LiviaFan из приключенческого экшена God of War. Поверхность изделия покрыта флуоресентной краской с добавлением рудного порошка в основании. Имеет эффект замороженного камня за счет светодиодного освещения. Почувствовать себя Кратосом из последних двух частей культовой серии для консоли PlayStation можно за 32 тысячи. Ну, я округлил. 31 тысяча, 32 тысячи. Все равно это до хера. Топор будет изготовлен в количестве 88 штук. И отправиться покупателям в первом, в втором квартале 2024. За 31 тысячу можно купить 10 настоящих топоров. Да что там 10? Сотню? 100 штук настоящих топоров. Только вдумайтесь. Это что? Что это? Ему удобно? Ходить так. Ха-ха. Соответственно, новость вызвала у людей такое вот отвращение, как вы видите. И в принципе, я согласен. Франш поступил в набор Кратос. Тот момент, когда хочешь научиться дерево переработки, сделать собственный набор Кратоса и продать его за ту же цену. Кстати, да. Что за огрызок на последнем фото? После этого фото и потом, что это за китайская фига за целых 30 тысяч рублей. А потом вспомнил, сколько это сейчас в долларах. Ну, примерно в свою цену и выглядит. Ну, за 300 долларов, за 321 доллар, вот такой топор. Для коллекции, возможно, как бы хорошо. Но вы знаете то, что за 30 тысяч рублей, то хуйню никто брать не будет. За 30 тысяч это хуйня. А за 5 тысяч это вполне шикарное издание. Ну, то есть, шикарный топор был бы. Если у вас какая-нибудь коллекционка с God of War, то вполне себе в коллекцию сойдет. Но 30 тысяч рублей, да идите вы нахер с такими ценами. Следующая новость. А у этой новости очень много лайков. Даже не лайков, а смайликов, влюбленностей. Посмотрим эти фотографии. Кэрри Хоскинс вновь перевоплотилась в горячую Sony Blade. Фанаты в восторге от 53-летней модели. Модель Кэрри Хоскинс, ставшая прототипом Sony Blade для Mortal Kombat 3, вновь порадовала подписчиков перевоплощения в культовую героиню Кристи. 53-летняя звезда файтинга представила в горячем... Предстала... Да, не представила, а предстала. В горячем образе на основе иллюстрации Sony от художника Исава Мурги. Чем возбудила фанатская сова, что в комментариях под фото поклонники массово оставляют восторженные комментарии с комплиментами в адрес Кэрри Хоскинс. Требуя от разработчиков, сделал Sony Blade такой же привлекательный, как и это было раньше. Сам илстратор остался под большим впечатлением от столь горячего воссоздания его арта. Цитата Исава. Исав... Написал Исав Мурга... Цитата Исава Мурга. О боже, я даже не знаю, что сказать, я сейчас в таком состоянии эйфории. Обожаю тебя, Кэрри. Саущество Mortal Kombat самое лучшее. Смотрим фото, мне интересно. 53 года. Да. Охренеть. В прошлом году Кэрри Хоскинс записала видео, на котором показалось его против Sony Blade. Она также говорила, что снова хочет увидеть Sony в сексуальной выграх, по мнению модели. И Sony полностью пропала сексуальность. Что противоречит первоначальной концепции. Грудь боевой девушки в Mortal Kombat 11 стала плоской, а лицо скучным и невыразительным. В принципе, согласен. Я боялся, что тут будут немного эротические фотографии в комментариях, но, к счастью, их нет. Прекрасная фотография, правда? Тут прям все на месте. Мне же не дадут 18 плюс за это видео. Она выглядит просто шикарно. И все остальное тоже. Я с ней согласен то, что в Mortal Kombat, даже не знаю, как вам объяснить. С каждой новой частью одежды на женских персонажах было больше или меньше? Напишите мне, если что. Какая, по-вашему, была самая откровенная часть Mortal Kombat? То есть, можете написать в комментариях, в какой части Mortal Kombat были самые откровенные наряды. Потому что игр много и самому в этом шарится, просто задолбишься. Ну, она реально выглядит отлично. Прямо, прям, прям, прям хоть сейчас на превью видео ставь. К следующей новости. Фанатов Fallout взбесил Пит Хайнс. Грубость менеджера Bethesda задела чувства. Когда-то Bethesda обещала вернуться к Fallout 4 и основательно обновить игру. Но наступила тишина. Фанат посмел напомнить об обещании. Поклонники Fallout очень сильно недовольны одним из менеджеров Bethesda. Глава издательского подразделения Пит Хайнс, как считают некоторые, довольно грубо ответил одному из поклонников. На вопрос, есть какие-нибудь новости об обновленной Fallout 4 для консолей нового поколения. В течение довольно долгого времени было ужасно тихо, с сообществом ничем не делилось. Пит Хайнс ответил. Не знаю, слышали ли вы, но мы выпускаем новую игру через три недели. Старфилд. Это немного... Извините, перечитаю. Пит Хайнс ответил. Не знаю, слышали ли вы, но мы выпускаем новую игру через три недели. Старфилд. Это немного приоритетней, когда у нас появится новость, мы поделимся ими. Next-gen обновление для Fallout 4 анонсировали в октябре 2022. Релиз заявлен для ПК PlayStation 5 и Xbox Series XS. Он должен был состояться в 2023. Но пока все тихо. Надо читать черпелень. Но ведь и правда довольно грубовато. Ну, то есть, мог бы как-то... Ну, то есть, даже не знаю, как вам это выразиться. Он ответил, небольшая цитата. Мы выпускаем игру через три недели. Это Старфилд. Это немного приоритетней. То есть, ненужная Старфилд, у которой нет, как бы, миллионы поклонников. Да что там, миллионы. Сотни миллионов, которые любят Fallout, которые прошерстили каждую часть, знают ее то ли поперек так же хорошо, как и я, GTA. И им Хайнс отвечает вот так грубовато про свою Старфилд, которая нахер никому не нужна. Я ничего про нее даже не слышал. На прощание давайте можете полюбоваться еще этой фотографией. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылочку на это я оставлю вам в комментариях. Подписывайтесь, смотрите другие ролики. Смотрите на эту фотографию, смотрите другие ролики, подписывайтесь. Смотрите на эту фотографию. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok